7 класс, 33 серия. Системы уравнений. Мы рассмотрим системы из двух линейных уравнений с двумя неизвестными. Решением системы из двух уравнений с двумя неизвестными называется такая пара чисел x и y, которые при подстановке в эту систему обращают каждое уравнение в верное равенство. Решить систему уравнений – это значит найти все решения или установить, что их нет. Так, например, система уравнений, вот эта система, состоящая из двух линейных уравнений с двумя неизвестными x и y, имеет единственное решение – x равен 3, y – 2. Давайте проверим, действительно ли это решение. Надо подставить в первое уравнение, затем во второе. Давайте подставим. 3 плюс 2 равняется 5. 3 минус 2 – 1. Все верно. Значит, это решение. Так, давайте рассмотрим еще примеры систем линейных уравнений с двумя неизвестными. Итак, первое уравнение системы – 3х плюс у равняется 1. Второе уравнение системы – x минус у равняется 3. Давайте проверим, является ли пара чисел 1 минус 2 решением этой системы. Значит, надо подставить вместо х 1, а вместо у – минус 2 и убедиться, что значение вот этого выражения будет равно 1. Действительно, так и получится. 3 минус 2 – 1. А затем подставить во второе уравнение. 1 минус минус 2. Это будет плюс 3. Все верно. Значит, пара чисел 1 минус 2 является решением данной системы. Еще одну систему давайте рассмотрим. Первое уравнение системы – x плюс у равняется 5. Второе уравнение – x минус 4у равняется 10. Давайте проверим, является ли решением этой системы пара 6 минус 1. Надо подставить вместо х 6, вместо у – минус 1. Получится 5. А теперь надо проверить, подставить во второе уравнение системы 6 минус минус 4. Это будет плюс 4. Получится как раз 10. Значит, пара 6 минус 1 является решением данной системы. Первая задача. Дана система уравнений. Известно, что пара чисел x равен 3, y равен 1 является ее решением. Надо определить значения а и b и найти сумму а плюс b. Итак, вместо х подставляем 3 в первое уравнение. А вместо у – 1. Что получится? 3 минус 3 умножить на 1. Получится 0. Значит, а равно 0. Так, теперь давайте найдем значение b. Во второе уравнение подставляем вместо х 3. Здесь будет 3 умножить на 3. Это 9. И затем минус 1, потому что у равен 1. Получится 8. Значит, b равно 8. А надо назвать значение суммы а плюс b. 0 плюс 8 – это 8. Значит, ответ 8. Вторая задача. Имеет ли решение система уравнений? 2х минус у равняется 1. 2х минус у равняется 5. Эта система противоречива. Решений нет. Можно убедиться в этом, построив график первого уравнения. График первого уравнения можно вот в таком виде представить и построить. y равен 2х минус 1. Это прямая. И график второго уравнения. y равен 2х минус 5. Так вот, эти прямые будут параллельны. Параллельные прямые не пересекаются. Значит, графики функций не имеют ни единой общей точки. Значит, решения нет у этой системы уравнений. Так, эта система уравнений противоречива. Решений нет. Третья задача. Найдите подбором два решения системы уравнений. х плюс у равняется 5. х умножить на у равняется 6. Здесь можно подбором определить значение. Сумма равна 5, а произведение 6. Значит, натуральные числа подходят 2 и 3. Действительно, их сумма равна 5, а произведение 6. Это первое решение. А второе решение наоборот. х равен 3, а у равен 2. Вот, пожалуйста, мы нашли два решения системы подбором. Продолжение следует...